Об отношении к либералам. Из резолюции 2-го съезда РСДРП. Апрель 1905 года. Резолюции съезда принимались на последнем, 37-м заседании съезда, в том числе об отношении к либералам. По вопросу об отношении к либералам все сходились на одной мысли, которая была выражена еще в коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса. Там сказано, коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против существующего общественного и политического строя. На съезд были внесены проекты резолюции Плеханова и Старовера, Александра Николаевича Потрясова, об отношении к либералам. Обе после короткого обсуждения получили по равному числу голосов, и поэтому обе резолюции считались принятыми. Резолюцию Старовера поддерживали Старовер, Троцкий, Штейн, Кольцов, Мартов, Фишер, Аксельрот, Посадовский, Панин, Браун, Орлов, Осипов. Резолюцию Плеханова поддерживали Плеханов, Ленин, Павлович, Горский, Беков, Русов, Муравьев, Лядов, Горин, Гусев, Степанов, Сорокин, Орлов, Осипов, Браун. Резолюция Старовера. Российская социал-демократическая рабочая партия, самостоятельная политическая партия пролетариата, исходя из того положения своей программы, которая гласит, что партия поддерживает всякое оппозиционное и революционное движение, направленное против существующего в России общественного и политического порядка, не отказывается вступать и, если к тому надобность, вступит при посредстве своих центральных учреждений во временные соглашения с либеральными или либерально-демократическими течениями, при том, однако, условии. А. Что эти течения ясно и недвусмысленно заявят, что в своей борьбе с самодержавным правительством они становятся решительно на сторону российской социал-демократии. Б. Что они не выставят в своих программах требований, идущих вразрез с интересами рабочего класса и демократии вообще, или затемняющих их сознание. И. В. Что своим лозунгом борьбы они сделают всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право. Резолюция Плеханова. Принимая в соображение. А. Что социал-демократия должна поддерживать буржуазию, поскольку она является революционной или только оппозиционной в своей борьбе с царизмом. Б. Что поэтому социал-демократия должна приветствовать пробуждение политического сознания русской буржуазии, но что, с другой стороны, она обязана разоблачать перед пролетариатом ограниченность и недостаточность освободительного движения буржуазии всюду, где бы ни проявились эта ограниченность и недостаточность. Второй очередной съезд РСДРП настоятельно рекомендует всем товарищам обращать в своей пропаганде внимание рабочих на антиреволюционный и противопролетарский характер того направления, которое выразилось в органе господина Петра Струве. Примечание. Ко времени Второго съезда существовала организация либералов, которая группировалась вокруг журнала «Освобождение», редактируемого Петром Струве. Истинограммы съезда. Мартов. Я высказываюсь за резолюцию Старовера и против резолюции Плеханова и Ленина. Первая ставит вопрос на деловую почву, в то же время оттеняя наш принципиальный антагонизм с либералами. Вторая, дав правильную формулировку нашего принципиального отношения к буржуазии, кончает мизерным выводом – надо разоблачать одного литератора. Не будет ли это идти на муху с обухом? Съезд представителей русского пролетариата сводит свое отношение к либеральной буржуазии на отношение к одному писателю. Плеханов. Наша резолюция имеет в виду не освобождение, а определенное либеральное течение, органом которого служат освобождения. Другого же течения нет. Отношение рабочих к этому направлению должно быть ясно и определенно. В резолюции Старовера как раз нет общего принципа и обращается главным образом внимание на возможное соглашение, как будто такое соглашение стоит на очереди. Чего вообще нет? Костров. Жордания. Резолюция должна подчеркивать разницу, существующую между буржуазией и пролетариатом. Имя Струве ничего не говорит рабочим. Старовер. Потресов. Я думаю, что в настоящее время важно установить условия, на каких возможно соглашение. Оно на очереди. Мы уже поддерживали студенческое движение. Может возникнуть вопрос о поддержке земского демократического движения. Ленин. Резолюция Старовера будет понята неправильно. Студенческое движение и освобождение – две вещи различные. Одинаковое отношение к ним будет вредно. Имя Струве слишком известно, и рабочие знают его. Товарищ Старовер думает, что надо дать определенную директиву. По-моему, к ним нужно определенное принципиальное и тактическое отношение. Поправка Кострова к резолюции Плеханова отвергнута. Обе резолюции, Старовера и Плеханова, приняты. Продолжение следует...